Всем привет! В этом видео я покажу, как я придумал запаивать фильтры в пакеты. Не знаю, может кто-то так же делает. Ну, я не видел, по крайней мере. Народ что-то особо этим не делится. Ну, смотрим. Сейчас в кадре у нас паяльник для труб выставлен на 200 градусов. Маленькая, получается, насадка на паяльник. Там она для труб 20 на 20. Пробовал с большим диаметром. Получается плохо. Ну, вернее, получается, но не всегда хороший результат. А здесь все гораздо лучше. В общем, если большой риск найти ватно-прошитый, то все будет с ним хорошо. Потому что к вате полиэтилен очень хорошо приклеивается. А здесь у меня оградка не будет, поэтому чуть похуже результат. Вот с этим все хорошо получается. Сейчас покажу, как я это делаю. Вот у меня кусочек текстолита. На нем я намотал бумажку. Ну, так, приклеиваю. Просто сзади скотчей. Это для демонстрации. Ну, и, собственно, в пакет ее подкладывать. Чтобы переправился только к одной стороне. Сейчас я пройду на рабочее место. Попробую показать, что все это получится. И, как раз, есть отрезки всевозможные. Кусочек полиэтилена. Полиэтилене надо сделать небольшое отверстие для начала. Ну, надо их делать не будет. Смысла особенного нет. Там и так все понятно. Вот у меня бумага от алюминиевого скотча. Она лучше всего у меня дошла как раз под диаметр. Сейчас попробую сразу сделать несколько. Кусочек у меня на гроткани. Положим его куда-нибудь. Открываем вот этот штуки. Берем насадку посадки. И по 3 секунды прижимаем. Примерно на 3 секунды. Пальцем удерживаем сама горткань. Сейчас немножко остынет. И снимаем. Бумажку. Вот и все. Фильтры у нас приклеим. Сейчас покажу, насколько качественно все получается. Насколько быстро. Я думаю, уже все оценили. Сейчас попробую на него сфокусироваться. Вот. То есть, вот такой вот ровный припой получается. Здесь все вполне себе. Ну, там все нормально получается. Достаточно крепко. Я уже проверял. Ну и, собственно, могу таких очень много, сейчас напарить. Ну, что-то я заготовил. Кусочков полно. Но, думаю, смысла нет. И так все понятно. Делать видео на полчаса, где я буду поесть эти пакетики. Ну, как-то не сильно разумно. Сейчас я вам покажу конечный результат. Конечный результат у меня стоит. Я вчера его сделал, уже заразил. Вот у меня припаял этот фильтр. То есть, опять же, я мицели делаю на соломе. Поэтому мне температура стерилизации сильно высокая не нужна. Потому что бактериоз мне, в общем-то, и не страшен. У меня здесь бактериальное заражение-то практически... Ну, оно здесь никак не чувствуется, есть оно или нет. Поэтому я просто беру вот эти вот пакеты. Я их потом наделаю достаточно большое количество. Ставлю в бак на 110 литров. И просто у меня там паром они... Ну, через прокладку металлическую, через сетку. Там внизу налита вода. И на сетке у меня стоят мешки. И сверху у меня вот сверху это мешка на каждый пакет одеваю. Ну, как фильтр мембраны, чтобы лишняя влага вот сюда не проходила. И все. И таким образом можно производить мицелия. Ну, я не знаю, в каких количествах. Я вот планирую несколько баков 200-литровых себе сделать для стерилизации. И я смогу тогда брать обычные пакеты гребны. Впаивать в них. Фильтр насыпать до половины примерно субстрат. Ну, вот. Сделаю себе главбокс. Специально я его тоже придумал. Там он мне позволит работать и с пробирками. И с полноразмерными, кстати, блоками гребными. Сразу с четырьмя. Наверное. Да, ну, с четырьмя. То есть они будут... Размеры-то полные. То есть 35 на 70. Но они будут заполниться наполовину. Потому что это для мицелия. Хотя я еще планирую, вот когда мицелия у меня здесь зарастет, я здесь насыплю покровный слой прокаленной земли. Ну, или еще чего-нибудь. Там вермикулит, может быть. Если я совсем буду богатым. И мне деньги делать некуда будет. И буду таким образом выращивать в абсолютно стерильной среде. То есть вот в этой части, грубо говоря, смогу даже... То есть у меня будет пакет более высокий. То есть он будет большого размера. И я смогу тогда прямо здесь выращивать грибы. А потом я сниму вот эту штуку. Вот. Сниму урожай, грубо говоря. Вытащу этот блок, наверное, на холодный шок. Регидратацию я не знаю, как в таких блоках получится сделать. Но, наверное, получится. В принципе, ну, если с землей, то не очень. Хотя, посмотрим, может быть, я и покровный слой использовать здесь и не буду. Достаточно просто вот сделать вот так вот. Сжать немножко. Вот. Чтобы оставить небольшое отверстие, грубо говоря, цилиндр. И с этого цилиндра будут грибы у меня выходить. То есть я даже заморачиваться не буду, наверное. Проще так сделать. А потом я на регидратацию их очень просто будет в ванну кинул. Утопил, грубо говоря. Вот. Потом лишнюю перевернул. Воду с них слил. И все. И у нас снова волна будет. И пакеты эти, получается, многоразовые. То есть их можно использовать до тех пор, пока он не порвется. Но если порвется, его можно, опять же, запаять. Вот. Кусочек там вот взять. Также заместо фильтра. Где-нибудь отверстие появилось. Заместо фильтра также кусочек полиэтилена. Таким же способом. Раз и все. То есть пакеты можно, ну, на самом деле, тут до самой старости гонять. Одни и те же. Ну, вот так. В принципе, для производства мицель, я думаю, это будет очень хорошо. Хотя банки, конечно. Баночная технология, она просто великолепная. Я ее с дома совсем довел. Вот. Ну, она не сильно пригодна для выгонки плодовых тел. Потому что здесь влажность низкая. Вот. Все сильно отжато. Если влаги много, то будет неоднородное срастание. Вот. А здесь влаги, ну, как в самый раз. То есть внизу, там, на дне ни в коем случае не должно что-то хлюпать. То есть отжимал, пока вода у меня шла. Прям текла даже тоненькая струнка. Все равно отжимал. Вот. Сейчас я центрифугу тоже переделал. Она у меня уже не запивается никак. То есть напрямую поставил 50-ку трубу канализационную. И у меня получается все очень даже здорово сливается. Вот здесь мы видим полбанки заросло. Ну, тут она у меня стояла на полу. Там температура была, не брать не буду. Где-то, ну, не выше 20 градусов. Там градусов 15. Здесь холодно очень. Это помещение. Вот. Поэтому королевская вешенка достаточно долгая. Такая вот НК-35. Они у меня уже... То есть я часть уже отнес. Полностью заросших с 8-го часа. Сегодня. Двадцать пятое. Вот. Так что, в принципе, все достаточно быстро. Вешенка очень быстро зарастает. Ну, и зараза у меня здесь ни разу не было. Когда вот так. Вот когда вот так, то зараза может быть. Потому что влага здесь скапливается под крышечкой. И не очень там все хорошо получается. Но мне для, как говорится, производства так вот. Мицелия и банок. Тем более у меня еще не было. Вот сейчас я вот заказал. Мощь штук 100 у меня таких вот будет. Трехлитровых. Там и пятилитровые обещались мне привезти. Большие. То есть я буду что-то делать в банках. Что-то в пакетах. Потому что у меня опять же мыши. И они никуда не денутся. У меня всегда будут присутствовать. Так что часть надо сохранить так. Часть так. Вот. Ну так надежно. Я для себя буду делать в банках скорее всего. Ну и в пакетах. Когда у меня будет место, куда я их смогу поставить нормально. Так что вот такое вот видео. Наверное, я буду заканчивать. Подписываемся на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok